Наталья Тополова, старшим преподавателем нашей кафедры теологии Рязанского госуниверситета, можно сказать, завершаем некоторые циклы в несколько лет, передачи, которые касались святоотеческого наследия, их писания, их жизни. И на предпоследней встрече мы как раз постарались обобщить свои собственные соображения или вычитанные нами, почему нужно читать святых отцов, почему эта литература, которая имеет отношение к каждому из нас, всякий христианин не живет, не молится, не спасается без святоотеческого участия. Мы им окружены в нашей церковной жизни, их отражают наши имена, книги, которые они для нас писали, должны до нас дойти. И нам, кажется, удалось немножечко мотивировать. Да, что-то сформулировать, скорее обобщить. Из этой области. Но и все равно остается, конечно, вопрос, как читать святых отцов. Все равно есть какая-то особенность, разумеется, это ведь все непридуманное, это опыт, опыт, в котором они, как путеводители, идут впереди нас, далеко впереди нас, по пути спасения, по пути духовной жизни, по пути к Богу, по обоженью. И, ну, не так далеко, чтобы не видеть их. Они видимы. Как глазам бывает виден какой-то факел, несомый первопроходцам, по которому и он выстраивает свой путь, так и нам все-таки видно. В книге это и есть тот свет, который оставлен нам, и для нас он контактен, эманентен, он познаваем. Идем к непознаваемому Богу путями действия благодати, которая, как способ бытия Божьего, вне его непостижимой сущности, все-таки нам причастен, к которому мы можем приобщаться. И святые отцы наши в этом как раз и есть лучшие друзья и вожди. Но вот теперь вопрос все равно встает. Это ведь слишком высоко все. Ну, во-первых, высоко и непривычно. На самом деле никто не учил нас читать святоотеческую литературу. Иногда кажется, как будто ты с рождения уже умеешь читать и работать с текстом. Но нет, ты с рождения не умеешь. Ты идешь в школу, и там у тебя есть текст учебников, и ты знаешь текст, что делать с текстом учебником. Читаем, запоминаем, зазубриваем и так далее. Потом ты приходишь на руки литературы, тебе говорят, смотри, есть другой текст, литературный текст, живи с ним, да? И с ним его зазубривают? Нет, его не обязательно зазубривать, да? Его надо понять, его надо прожить. И там тебя учат проживать, задавать вопросы, разговаривать с персонажами, реагировать на все, отвечать. То есть тебя учат, на самом деле, взаимодействию с текстом, с его основными вот такими базовыми жанрами. Жанры светоотеческой литературы и самая особенность светоотеческой литературы действительно нуждаются в том, что необходимо учиться их понимать эти тексты и с ними взаимодействовать. Тоже нужно научиться. Поэтому если вы берете в лавке свечной, не знаю, Исаака Сирина, Ильян Златоуст, открываете его, читаете полстраницы, чувствуете, что все, все, вы ничего не понимаете. Что с этим делать дальше? Вот очень многие люди, даже если читают текст, они мне потом говорят, Наташа, а дальше ты мне с ним? Что делать с этим текстом? Что я с ним должен сделать? Прожить его вот на той высоте духовного экстремума, допустим, я не могу. Хотя, знаете что, ведь очень близкие стихии, тексты книг святых отцов и тексты молитв, ими же сформулированные. Когда мы читаем молитвы со странами отца, мы приходим... Да, потому что молитва – это все-таки другой жанр. Вы не задаете, например, вот вы прочитали текст какой-то, например, какой-нибудь проповедь святого отца. И вот, допустим, можете ли вы задавать вопросы к тексту, вот к автору, сказать, а вот здесь я не согласен, можете так сделать или нет? От вас требуется это, то есть от вас требуется какое-то такое соприкосновение с текстом, с ним, может быть, надо борьбу, ну, как-то его... Взаимопроникновение. Да, взаимопроникновение. Или мы его вот именно обливаем себя им, как масло, мы ждем, пока просочится фибра. Это, конечно, тоже метод. Я не знаю, возможно, это когда-то сработает. Но ясно, что если вы это масло пьете, и у вас там болит живот, и вы там страдаете, вы его проживаете, это масло, это совсем другой будет эффект. Здесь тоже. Когда мы читаем святотический текст, нам бывает сложно понять, что я имею право с ним делать. То есть имели я право просто взирать на него, как на икону, да, на которую я не могу. Вот на икону в нее действительно очень сложно не добавить, не убавить. Все, оно есть то, что оно есть. У нее твердый канон, там, туда лезть нельзя. Или символ веры. Вот вы говорите молитвы. Но молитвы, они, в общем-то, канонизированы в плане того, что они приведены к правилу. Ты не можешь брать и там символ веры вставлять, что тебе померещилось, или что-то еще. В келейное правило говорят, да, можно какие-то добавлять собственные слова. И то люди относятся к этому с очень большим осторожностью. Ну, с осторожностью до пришедения опыта или до совета опыта. Да, и все-таки очень редко кто из духовников еще и скажет тебе, ну, ты хоть вот добавь-то. Вот я вот бывает, что мне тоже недавно посоветовал Владимир Батюшка, говорит, ну, вот ты читаешь ежедневные исповедания грехов в вечернем правиле, тебя что-то беспокоит. Ну, добавь-то, добавь-то через запятую. А то ведь действительно говорят, что становится очень важно прочитать именно так, как есть, да, не изменив, как будто вот у нас какой-то непреложный текст. Или священное писание Нового Завета, Ветхого Завета. Это тоже те тексты, которые совершенно не приспособлены для перемен, да. Мы их читаем, мы можем там с ними тоже как-то взаимодействовать на уровне, понимаешь, когда перед нами текст, да, но перед нами еще и священный текст, и мы его, в общем-то, просто воспринимаем и слушаемся. Вот. А святоотеческий текст, это не то же самое, что молитва. Это не то же самое, что, что мы говорили, не то же самое, что молитва, что, например, священное писание. Да. Это не то же самое. Это тексты, которые появились в самых разных случаях, по очень разному случаю, да. Какие-то из них написаны для того, чтобы их прочитали в церкви Самвона. Для большой толпы, где и младый, и старый, и как бы этому уровень, как говорится, для всех примерно одинаковый. Должно быть весело, интересно, вот, и недолго. Есть тексты, да, там, специфического назначения, когда, например, пишется конкретный трактат по конкретной теме, такой глубокий, философский. Есть от святых отцов осталась их переписка, которой мы тоже посвящали темы. Остались их стихотворения. Какой-то прямо исповедальный вот этот вот. Да. Их стихотворения до нас дошли. Например, вот эти прекрасные совершенно тексты, современные новые переводы, да, настоящего, истинного Еврея Массирина. Это же вообще, это просто невозможная вещь по красоте. Вот. И что с ними-то нам делать? А это другого типа тексты. Другого типа текста. И нужно тоже научиться с ними взаимодействовать, чтобы понимать, что я могу делать, чего я не могу делать. Можно понять, что это классификация святых отцов, она для каждого времени своя. Как один архиерей, Иван, на вопрос о том, можно ли читать Феофана Затворника, в 19 веке ему был задан вопрос, он сказал, что это можно, и даже в этом есть особый резон, потому что читать святых отцов, который современник не очень был способен, это все равно, что есть сливочное масло. Вот у меня масло тоже. А читать Феофана Затворника, это все равно, что пить молоко, притом снятое, то есть еще обезжиренное, то есть что удобно для желудка, не вполне подготовлено. Сейчас мы наоборот можем такое сказать о Феофане Затворнике, если ты просто откроешь его очерки христианского нравоучения или начертания христианского нравоучения или какие-то не столь приспособленные к простому восприятию. У него есть, конечно, совсем простые такие ясные абзацы, прямо предназначенные для любого человека, то это покажется сливочным маслом, который много не съешь. Так что здесь, а какую вы проведете классификацию и как человеку современному, в зависимости от его, наверное, меры его церковленности, меры уже собственной покаянной и молитвенной жизни, все-таки своих отцов найти или как работать с теми, кто им попался? Ну, в первую очередь, мы с вами, встречаясь как бы с текстом, да, по любому поводу, потому что с текстом ведь можно встретиться как с человеком в самых разных местах. Вы можете купить его в книжном магазине, случайно взгляд столкнул. Могли просто вдруг узнать, что в день вашего рождения, день его памяти. Может, вы в честь него названы, да? Может, у вас от бабушки досталась икона трех святителей. И вы такие, кто такие? То есть, мало ли, мы не знаем, какими путями к вам пришел тот или иной текст. Или, может быть, у вас духовный запрос быть. Но вот если духовный запрос есть, то, вы понимаете, это же не панацея, это не лекарство. Вы же правильно говорите, что это масло. И поэтому здесь, может быть, вам пригодится современная книга православного какого-то психолога для первости, лучше даже, да? Или какой-то более такой облегченный текст. Потому что, вы знаете, я замечала, что отличным предупреждением к чтению Священного Писания является история Церкви. Именно Писание? Именно Священное Писание и Святых Отцов. Одинаково для обоих. Вот сама история. История Церкви. Потому что история Церкви, она создает хоть какую-то систему координат для человека. Вообще. Что, куда, где. Кроме того, у нас, вот вы сказали, какие-то маркеры. Вот посмотрите, у нас же не зря каждый святой, у него есть его чин. Кто-то святитель, да? Кто-то преподобный, кто-то мученик. Это разные чины. И мы с вами понимаем, что если перед нами собранец чинения святителя, то основным его объёмом, скорее всего, будут проповеди, да? Которые он сказал публично. Или его какие-то тексты, адресованные по каким-то случаям. Но он архиерей, это его дело. И вот от него остаются проповеди. Жанр проповеди, он очень специфичный. Правда? Скажите? На самом деле тяжеловато, может быть. Да, в классификации гемилитических всяких опытов занимает высшую позицию. Требует самого высокого слова, стиля, содержания. Не предусматривает, как вы сказали, может быть, иногда и шуточку, и прибауточку. Хотя понятно, что хочется, чтобы это было понятно. Но это святительское слово. Оно говорится с кафедры, с святителем. Поэтому мы здесь не будем с вами ожидать каких-то, возможно, даже каких-то глубоких, вот именно духовно-нравственных вещей, потому что говорится на широкую аудиторию. Это слово обращено к широкой аудитории. Там бабушка... Ну, сколько глубоких, сколько высочайших каких-то имеется в виду с отрицаний. Да, но имеется в виду каких-то там разборов, духовной жизни или тонкостей догматики. Да, да, да. Чаще всего это по случаю дня, праздника какого-то. События. Или редко, если события. Но события обычно редко. В основном это праздничный день. И это тоже очень классная литература. Возрушение скульптур императора. Да, в частности, как Иоанн Золотовуста. То есть суть в том, что мы не ждем от этого жанра душевности какой-то там, ну, такой, скажем так, интимности. Потому что это жанр, который предполагает изначально высокий стиль такой, причем высокий, возвышенный даже. И публичность. Да, некоторая иконописность. Такое слово. На иконе не должно быть лишнего ничего. Должно быть очень конкретно и подчинено догматической вообще картине. Вот. Потом дальше. Если мы с вами знаем, что этот святитель, кроме того, что святитель, там был еще монах, основывал монастыри, то мы понимаем, что у него есть пласт монастырской литературы, монашеской, нравственной. Это очень интересно. Обычная литература. Но совсем не обязательно, что она сильно пригождается мирянину, который вот погряз. Действительно, мы много времени отдаем миру, вот, миряне. Нас так поэтому называют. У нас только звездочка горит. Ну, хоть там. Но, опять же, там может быть что-то интересное. Монашеские уставы. Но, опять же, ты все это хорошо начинаешь понимать, представлять, тебе все это интересно, когда ты хотя бы чуть-чуть знаком с историей церкви, и тебе есть куда это хоть прицепить-то там в голове своей, потому что знания... Человечество, существование человечества сейчас все озадачены, и в нынешний момент горячий, особенно пути Отечества, пути церкви. Конечно, будучи невеждой в этом вопросе, совершенно лишенной здравых понятий о судьбах церкви именно. Вот церкви, которая, да, живет. Живой церкви, которая живет в истории, вот так. Действительно, очень трудно зацепиться, да, когда человек... Ну, я тоже, видишь, мы тогда предполагаем... Ну, это ведь и литургия, и гимнография, все цепляется вот за эту историю, потому что вот знания, они же не ложатся... Вот, знаете, у меня с голубей были, они яйца у нас клали на балконе и прям вбрасывали их на бетон. Ну, ясно, что этому яйцу ничего хорошего в жизни ждать не приходится, да, оно не разродится, такое яйцо, брошенное на бетон. И поэтому любому знанию ему нужно во что-то врастать, с чем-то там соединяться, уже находящимся внутри человека. И это может быть духовный запрос, как мы говорили раньше, да, у него тянется ручка, господи, у меня отчаяние, мне плохо, как мне пережить ту или иную ситуацию. А может быть, если у него более-менее ровно, слава Богу, все в жизни, это может быть именно исторический какой-то пласт, куда он его присаживает. Вот присадил этого сюда, этого сюда, этого сюда. Да нет, вообще чувство своего участия в жизни вселенской церкви, в жизни церкви православной, оно, конечно, делает человека уже заинтересованным, ну, во всем контексте. Да, оно возбушает, подтягивает. Понятно, что ему уже тогда не хватает просто, пускай даже по воскресень, воскресень, прихожанского своего статуса, вот хотя... Прекрасный статус. Да, очень даже и основательный. Хорошо. Ну, тогда как же все-таки? То есть первое, да, мы понимаем, кто перед нами. Мы смотрим, кто-то, святитель. Если преподобные, то это будет монашеская литература. И она может быть очень брутально монашеской. Такой, что тебе даже будет не просто масло, а там уже, не знаю, масло кхи, которое десять раз перетопили и так далее. То есть там уже такое что-то совершенно к тебе неприсаживаемое. Ну, вот, например, все добротолюбие, оно же посвящено по преимуществу освоению умного делания, которое рождается уже в человеке на вершине его победы над страстями, отсечения своей воли и победу над воображением. Ну, в том-то и дело, что... А это ведь некоторые пропускают мимо ушей. Это, наверное, с этого ведь начинается даже такая очень популярная для начинающих молитвенников, в том числе и неопытных, откровенная история, рассказанная духовному своему отцу, страннику, о том, что, как он там с трех тысяч Иисусовых молитв начинает делание, а не обращается внимания, что чуть ли не в видении сказано о стяжании безвидного уже такого воображения, совершенного послушания и молчания страстей. И этот как раз прелюдия, это пропедевтик и подготовительные курсы, он, собственно, никем не проходит. Вы знаете, Вашка, я просто часто замечала, что вот по поводу добротолюбия, надо сказать, то, что понятно, что может показаться, что вы что-то понимаете в добротолюбии, вот когда вы его прочитали. И я даже не знаю, что хуже, понять, что ты ничего не понял или подумал, что ты что-то понял, потому что у всего этого такое дно, вот такое основание, такой фундамент, причем такой очень скучный фундамент, где действительно она просто слушается, где действительно нельзя гневаться, где человек прожил гнев, там уложек, я имею в виду, да, то есть там такой вот лежит внизу вот это вот, и, к сожалению, ты даже не пройдя вот это, хотя бы интеллектуально не предположив уж хоть как-нибудь, вот этот еще слой, ты этот-то не понимаешь по-настоящему. И поэтому часто... Откровение помыслов. Как можно стремиться всерьез быть на откровение помыслов у священника, если еще сама исповедальная практика не стала постоянным делом самоукорения и обнаружения? Ну и главное, что ведь дело покаяния предполагает справление жизни. В общем, здесь еще загвоздка-то. Одною каяться-то можно научиться духовнику, я даже практикую. Очень здорово, каешься, каешься, вот как по воскресеньям пришел, покаялся, причастился. Ну, красота, ты каешься, каешься, замечательно. Но ведь покаяние, оно предполагает изменение жизни, перемены. И это значит, ты как бы очищаешься действительно от своих страстей. Они все от тебя отпадают, как вот эти чешуйки такие. Все отпадают, эти какие-то корни вот эти гнилостные, они теряются связи внутри, греховные. Вот это все начинает разрушаться, вся эта конструкция. И то еще, когда ты там доползешь с этой вот своей, где корни у тебя гнилостные, доползешь до каких-то вещей. Потому что, например, мне кажется, что это же инструменты. Да, например, та же самая откровение помыслов. Вот человек проживает какой-то момент борьбы со страстью, напряженной. Вот здесь как раз это нужно. Нужно, да? Это не обязательно, что это тебе нужно будет всю жизнь. Это не дисциплина такая. Нам очень хочется как бы все время рефлекторно все это привести к какой-то формальности. А ты вот прочитал, брата, любви? Да, я прочитал. А ты сколько раз прочитал? Я пять. А я семь. Ну, какая разница? Ты хоть восемьсот раз его вот так по кругу, да? Или там Новый Завет. Ну, хотя Новый Завет тут я не соглашусь. Он прекрасен. Он все равно лечит. Это отдельная история. Новый Завет надо читать всегда. Да, это отдельная история. Совершенно согласна. Но вот святоотеческая литература, это не то, что тебя само по себе вас как-то вот... Ну да, а при условии с ним работы. Придется его вот пробрать в свою жизнь. Вот тебе надо это взять в свою жизнь и жить с этим. Вот. Оно иначе никак тебе не... Ну, а что в результате тогда просто дозировать? Поэтому первое, да, мы находим... Мы смотря на кого цветов отца, мы должны понять его чин, его сан. Мы читаем его житие внимательно, да? Мы смотрим, открываем на азбуке Ру, в его полном собрании сочинений, где найдем перечень его сочинений. Не обязательно то, где начинаются слова, беседа, слово. Это, скорее всего, проповеди, особенно если святитель, да? Если по случаю какого-то дня, например, у вас там день рождения, ну, интересно. Если чувствуете, что нет интереса, ну, не надо, страдайте, да? Листайте ниже. Ниже будут аскетические сочинения. Многие пишут наставления девам, там, наставления юношам, да? Какие-то прям сами названия, они скажут, что это для вас. Что интересно, что в подтверждении того, что надо читать то, что для себя, одного и того же автора, могут быть блистательные произведения, либо укрепляющие в девстве и решимости понести монашеский крест, или, напротив, расписывающие совершенство креста супружеского, его прекрасное удобство для вечного спасения. Тот же Анзлатоуст, который пишет на книгу о девстве, если ты всерьез задумываешь о монашеском поприще, то читай книгу о девстве, потому что, если ты откроешь, находясь в сомнении его проповеди уже поздние, в качестве константинопольского архиерея, то обращение, воспевающее совершенство вот этой благочестивой семьи к народам, конечно, убедят тебя в том, что нечего блажить и думать о каком-то... Ну, другая аудитория. Это же слово, сказанное к аудитории, мы же это очень хорошо понимаем, что если вы посредине города проповедуете в Большом кафедральном соборе, то призвать всех к девству, это, мягко сказать, неделикатно. Все такие, а я, у меня пятеро, что же мне теперь, брат? Ну, в том-то и дело. И это же все написано в моменте и по случаю. Поэтому вот вы можете посмотреть, например, у того же Семенова Богослова. Действительно, блистательные гимны, да. Но я вот даже, знаете, честно скажу, к ним не прям подступаюсь с таким вот внутренним каким-то замиранием, потому что надо, чтобы посмотреться в это зеркало, нужно очень сильно умыться перед этим и как-то вообще подготовиться. Но, с другой стороны, тоже Семенова Богослова есть замечательный текст вот этот о том, что имирянам можно спастись, который доступен каждому. Блестящий текст. Его может прочитать любая бабушка, домохозяйка, ребенок, кто хочешь. И он будет читаться с удовольствием, потому что это хорошо написано, это весело, интересно, про этого юношу, который ищет спасения, да, и как он молится, и как то-се. Замечательный текст. Написан одним и тем же человеком. Совершенно прекрасный. Понятно, что есть батюшки такие, которые принципиально строят из себя простецов и говорят как раз, что там не надо мудрствовать, много читать утомительно для тела, ссылаются на экклесиаста. Вот. И так вот попроще, побольше служения жертвенного, побольше внутреннего какого-то трезвения. Ну, и по-своему правы, но ведь есть и батюшки, которые знают. Да, которые любят. Надо искать, кто любит. Да, хороший, да, критерий. Действительно. И, наверное, и в проповеди священника отражается его любовь. Любовь, конечно, да. Книгам святоотеческим, и этом можно. У нас сейчас разная доступность. Да. И у нас же тоже бывают разные моменты в жизни. Бывает, когда нам не хочется ничего читать, когда нам нужно попроще. Правда? Можно я буду ходить сейчас просто вот это делать, и всё. Ну, ты не можешь ничего больше. А бывают, когда у тебя вот такое вдруг любопытство возникает, и, в общем, здесь мы больше обращаемся к тем, у кого вот этот вот червячок любопытства, он уже там как-то шевелится. Что делать? Делать, я бы советовала, всегда начинаются книги по истории церкви. Вот вроде бы, да? Да, книги по истории церкви. Может быть, Дворкина Александра Леонидовича. Может быть, там, Паснова, Карташов, вот кого угодно. Опять же, не забывайте, вы приходите, когда выбираете богословскую литературу, это не священное писание. Вам действительно может не нравиться автор. Он вам может не подходить. Вы вот так книжку открыли, начали читать. Вот если не нравится, не надо. Вот закрыть можно, взять следующее. Авторов, наверное, человек 10-12 сейчас, ну не меньше. Да? Вы найдёте свою книгу. 10-12? Свою автору, да. 100-200? Нет, ну и по истории церкви, например. А, по истории церкви. Да, вот то, что можно более-менее найти в магазине. История церкви поможет сориентироваться в тех отцах, которые будут тебе по душе. Да, да. Всё даст. История церкви даст вот этот уровень нижний, вот куда всё потом вы будете присаживать. Потому что история церкви, она у вас тоже сядет. На что? На общее знание всемирной истории. Её-то в школе ещё изучали. То есть знания, они друг к другу, вот как, знаете, как детское пирамиде, как в лего. Вот они должны вставляться. Вот если оно просто на бетон, не сработает. Поэтому мы через историю, вот как через такую подушечку, мы присаживаем. А с другой стороны, твой собственный духовный опыт маленький, первые шаги, оцерковлённости, молитвы. Ты имеешь дело с литургией Анжела Тауста, Василия Великого, имеешь дело с... А туда всё прирастёт. Потому что это же всё части истории. Оно всё туда войдёт, прирастёт, и будет от этого толк. Потому что нет никакого совершенно смысла читать отцов для галочки. Вот абсолютно. Ну, кажется, мы это с вами и сами в этом убедились, и надеемся, что не безответны наши... Всех приглашаем учиться. ...возвания. Да, милости просим у нас. Особенно форма переквалификации на базе высшего очень доступна. И она ещё дистанционная. Дистанционная. Прекрасная вообще. Будем надеяться, друзья, на продолжение наших и таких общественных занятий, которыми являлись наши предшествующие передачи. Ну, теперь, как я уже сказал в прошлый раз, изменятся наши встречи. Они будут посвящены больше искусству о Христе, искусству, в котором отражён Христос. Это и поэзия, и музыка, и драматургия, и скульптура, и многое другое. Что... О чём хотелось высказаться, в чём поучаствовать, надеемся, на какую-то исполнительскую даже мою миссию, с кем-то из наших добрых журналистов, помощников православных. И не будем упоминать лихом Натру Александровну, а наоборот, очень благодарностью. Спасибо большое, батюшка. Почтим за то, что всё-таки много добрых слов мы услышали от неё, и, надеюсь, не бесполезных для всех нас. От души благодарю вас, и вас, дорогие наши друзья. Да.